Разбираемся в Геральдике Республики Татарстан. Мы называем его Пётр Великий. Едем в Белярск играть в анимационный квест. Получается, во время работы я подумала о том, что этот квест нужно сделать интереснее и привлечь студентов для его разработки. А у нас будет что-то типа обеда? Самое любимое блюдо наших студентов. Всем привет! В эфире Универ Мьюз. А в студии Алина Халимова. В Казанском федеральном университете началась подготовка к проведению 9-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2020-3. Регистрация начнется 1 декабря 2022 года. Мероприятие состоится в Институте психологии и образования в период с 24 по 26 мая 2023 года. В Казанском федеральном университете прошла встреча представителей Республики Татарстан с членами Геральдического совета при президенте Республики Татарстан. Мероприятие, приуроченное ко дню государственного флага Татарстана, никого не оставило равнодушным, ведь история родной республики история каждого из нас. Подробности встречи далее в сюжете. 29 ноября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась встреча председателя Госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина с членами Геральдического совета при президенте Республики Татарстан. В мероприятии также принял участие председатель Геральдического совета при президенте РТ, директора Института международных отношений КФУ Рамиль Харуддинов и главный советник при ректорате КФУ Рияс Мензарипов. Участники встречи подвели итоги проделанной работы, а также обсудили перспективы деятельности совета. Примечательно, что мероприятие прошло в день государственного флага Татарстана. Для нас это очень и памятный день, и еще раз возможность оценить, дать оценку, одновременно порадоваться тому, что Геральдика в субъектах Российской Федерации, геральдические символы многих поселенческих уровней, городов и районов Татарстана сегодня нашли самое достойное место в жизни, и многие носят на груди эти знаки, эти значки, которые определяют представители той или иной территории. В рамках мероприятия также состоялось вручение государственных наград выдающимся членам Геральдического совета, среди которых и работники Казанского федерального университета. Наградить благодарностью президента Республики Татарстан, доктора философских наук, автора идеи государственного герба Республики Татарстан, Ханза Фарова Назыма Габдрахмановича. 2022 год был богат на юбилейные даты, связанные с историей формирования и развития геральдической системы Российской Федерации и Республики Татарстан. По словам Фарида Мухаммедшина, одним из самых разумных решений для развития Республики и сохранения ее истории была разработка геральдических символов Татарстана – флага, гимна и герба. Однако, несколько десятков лет назад это представлялось очень непростым занятием. Было мало специалистов-геральдистов. Сейчас это дело поставлено на научную основу. Есть геральдические комиссии, геральдические советы в регионах Российской Федерации, в Татарстане. Прекрасный геральдический совет, который может дать и рекомендации, и подсказать. И самое главное – внести предложение. Если где-то появляется новый субъект со своей геральдикой, район, поселение, мы прибегаем к их помощи. Также в рамках встречи состоялось открытие фалеристической выставки геральдика Татарстана в знаках и в значках. Инициатором ее создания был председатель геральдического совета при президенте РТ, директор Института международных отношений КФО Рамиль Хайруддинов, а куратором и идейным вдохновителем член Геральдического совета Григорий Бушканец. В ходе экскурсии гости Казанского университета смогли рассмотреть коллекцию книг и рукописей из научной библиотеки Лобачевского и коллекцию значков Григория Бушканца. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Петр Первый – величайшая фигура в российской истории. Невозможно найти другого исторического детеля, столь существенно повлиявшего на развитие нашего государства. Споры о нем начались при его жизни и продолжаются до сих пор. Какие же вопросы обсудили ученые на международном симпозиуме, узнаете в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета проходит международный научный симпозиум на плечах гигантов «Петр Великий и имперский опыт России в контексте мировой истории». Пленарное заседание международного семинара было посвящено переходу от империи Тартарии к Российской империи Петра. И вот это переход от создания империи империи Петра Первого, которое посвящено 350-летию Петра и то, что связано в том числе с нашей территорией, мы постараемся с вами осветить. Выбор тематики научного форума определил тот факт, что между трехтысячными годами до нашей эры и 1800-м годом нашей эры в истории человечества можно найти более 60 мегаимперий. Их наследие не только вызывает закономерный исследовательский интерес, но и продолжает оказывать влияние на политические процессы и практики в современных государствах. Многие из которых связаны с империями прошлого, прямой исторической преемственностью. Особое внимание в работе симпозиума было уделено переходу от империи Тартарии к Российской империи Петра. Нам хотелось бы, чтобы и сегодняшние мероприятия, в которых участвуют наши молодежи, наши студенты, стали для вас началом новых, постановок новых исследовательских задач, с тем, чтобы вы на ближайшую перспективу в те годы, в которые получаются образование в Казахском университете, в институте международных отношений, вы нашли в том числе применение не только творческим своим талантам, но и тому научному потенциалу, в котором у вас есть. Симпозиум будет проходить с 28 по 30 ноября, как в очной, так и в дистанционной форме. В работе конференции примут участие более 80 ученых из разных городов России и стран мира. Симпозиум организован Казанским федеральным университетом в сотрудничестве с Российским историческим обществом, Российским обществом интеллектуальной истории, Российской ассоциации антиковедов. Программу форума можно найти на сайте Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универньюс. Студенты Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета под руководством своего преподавателя создали квест-игру по территории Святого Ключа. Что это за новшество и как оно работает, узнаете далее. В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета старший преподаватель Милюша Тукмакова совместно со своими студентами направление Motion Design разработала анимационную квест-игру по территории Святого Ключа города Белярск. Получается, во время работы я подумала о том, что этот квест нужно сделать интереснее и привлечь студентов для его разработки. Таким образом, у нас получился анимационный квест с элементами анимации, которые как раз таки студенты разрабатывали. Игра проходит через телеграм-бот. Команда студентов создала целую историю, в которую погружаются игроки. Всего на территории шесть объектов. Каждый участок сопровождается своим анимационным рассказом, которые своей атмосферой сплетают в единую историю. Алгоритм наших действий был такой, что как раз таки сначала мы приехали на территорию, мы встретились с директором Белярского заповедника. Он нам рассказал историю, показал музей. После этого мы писали сценарий, как раз таки выбирали легенду и уже приступали к анимации. Прописывали маршрут несколько раз. Довольно-таки долго у нас шел этот процесс. Но в итоге у нас получился такой квест. Квест игры такого плана актуальны своим удобством, многофункциональностью и простотой. Немаловажна и доступность для аудитории. Ведь на сегодняшний день Телеграм является самым популярным месседжером в Москве и Санкт-Петербурге. А в остальной России входит в топ-10 приложений App Store и Google Play. Я думаю, что эта разработка очень актуальна, потому что сейчас, особенно в это время, актуальны поездки одного дня недалеко от Казани. Я думаю, что это будет интересно как для тех, кто часто бывает на этой территории, так и для тех, кто думает о том, ну, как им провести свои выходные, что еще можно нового посмотреть в нашей республике. Квест-игра была создана в рамках конкурса грантов Министерства по делам молодежи Республики Татарстан для физических лиц, где участвовала Милюша Тукмакова. В будущем студенты вместе с преподавателем планируют создать еще варианты квест-игр, анимацию которым ребята создадут сами. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Самый важный вопрос для всех студентов. Где поесть между парами? О структуре комбината общественного питания Казанского федерального университета расскажет Амир Ахтямов. У студентов Казанского федерального университета есть возможность питаться во всех филиалах комбината общественного питания КФУ. В данную структуру входят столовые институты физики, которые по привычке называют столовые физфака. Буфет главного здания культурно-спортивного комплекса Уникс и не только. Процесс приготовления блюд осуществляется в столовой института физики, а затем готовые блюда отправляются в буфеты институтов. Основное меню мы ориентируемся больше на домашнее питание, что-то приближенное к домашнему питанию, меньше каких-то фастфудов, но в любом случае от этого отказываться, не получается отказаться, потому что мы прислушиваемся к желаниям наших студентов, преподавателей, поэтому у нас в меню есть какие-то там сэндвичи. По словам сотрудников, во всех филиалах общественного питания Казанского федерального университета проходит постоянное расширение ассортимента блюд. Обновление униформы сотрудников, а также оборудование. Интересно, что самым любимым блюдом студентов является сосиска в тесте. Потому что это самое любимое блюдо наших студентов. Ну, то есть какие-то, может быть, коррективы вносят по ассортименту. И мы всегда прислушиваемся в плане ассортимента всегда. Напомним, что после обращения студентов Института фундаментальной медицины и биологии создана комиссия, которая проверяет качество еды в буфете. Также структура комбината общественного питания и торговли КФУ регулярно проходят все проверки и соблюдает все регламенты. К мнению студентов о рационе и меню всегда прислушиваются. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюс. В рамках встречи председателя Госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина с членами Геральдического Совета при президенте Республики Татарстан состоялось открытие фалеристической выставки Геральдика Татарстана в знаках и значках. Во время экскурсии гостям Казанского университета показали коллекции книг, различные рукописи из научной библиотеки Лобачевского и многие другие экспонаты. На этом все. В студии была Алина Халимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова